Всем доброго дня! Хочу вас познакомить с моей новой клиенткой, у которых просто интересная история с положительными изменениями, с улучшением в качестве жизни. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты и что у тебя произошло? Добрый день! Меня зовут Оксана, я из города Краснодар. Познакомилась с Борисом не так давно, но что было для меня удивительно, что даже в первый день консультации, вот после первого дня консультации я уже начала замечать изменения. То есть я в последнее время, наверное, последние года-два чувствовала себя на очень низком уровне энергетики. То есть вообще я по жизни такая энергичная, у меня хорошая энергетика, но когда что-то происходит, я прям чувствую, что что-то идёт не так. Вот всё как будто валится с рук, проблемы с семьей, ну всё начинаются, какие-то проблемы. Вижу, понимаю, что низкий уровень энергетики, но сделать ничего не могу с этим. То есть вот не могу сама подняться. И тут мне рассказали про Бориса, и я с удовольствием, конечно, пошла. И вот после одной консультации я начала понимать, что я прям поднимаюсь. У меня начала подниматься энергия, я начала выходить из этого образа жертвы, скажем так, начала прям действовать активно. Ну вот какая-то стала активная. Вот это вот был интересный такой момент, что я такой раз, потом заметила, думаю, оп, я уже начинаю, что-то со мной происходит другое. И мои партнёры, друзья все говорят, ой, слава Богу, Оксана, ты к нам вернулась. То есть я уже начала входить в нормальное своё состояние. Потом, значит, когда мы сделали первую практику вместе, ну там тоже такие интересные всякие моменты были во время практики, но это я ещё проверю, это я сейчас записываю всё в дневничок, всё, что мне приходило, свои способности. То есть, ну правда это или нет, или это просто приходили мои какие-то старые желания. Ну что, значит, происходит в тот же день, когда первая практика была у нас рано утром. Муж пришёл домой, говорит, да, мне там перевели деньги за работу, хотя он только начал её, и оплата обычно там через неделю, когда человек закончил свою работу, ему уже перевели деньги. Я ему говорю, видишь, как это работает? Он говорит, ну мне же должны были, я говорю, да нам много чего должны были, не доходят переводы, понимаешь? А тут он раз, и так легко всё пришло. Потом, значит, сижу тоже, ну вот как бы я такой человек, ну как сказать, смотрю наблюдательное, наблюдаю, зачем что-то происходит, и у меня сразу шелчок, ого, такого раньше не было. То есть, он пришёл с работы, сидит, обычно покушает, телевизор, ну всё, человек устал к себе, там особо не до разговоров. А тут он поворачивается, прям на меня так смотрит, я там не накрашенная, ну вообще думаю, что это, зачем он на меня так смотрит? Там в лицо, вот так вот мне заглядывает, мне показалось, что он сам ощутил, что что-то изменилось. Но сказать не может, и ему как бы не может объяснить, что. Так он смотрит, потом говорит, а как прошёл сегодня твой день? Чем ты сегодня занималась? Ну то есть, в принципе, я таких вопросов, мы 15 лет женаты, я таких вопросов не помню, ну очень давно, чтобы человек интересовался, чем я сегодня занималась весь день. И не так, чтобы с подколом, да, что ты сегодня делала, почему там дома не убрано, а вот именно, а чем ты сегодня занималась целый день, там типа, что интересного в твоей жизни произошло? Думаю, оп, интереснее, вот у меня прям шелчок, думаю, такого не было вообще. Значит, потом тоже такой момент, он мне говорит, что-то мне стало плохо, я так и говорю, ой, мне плохо просыпаюсь, голова кружится. Вот, у тебя что-то болит, что именно плохо, у тебя что-то… То есть вот я почувствовала от мужа такую заботу, которой раньше не было. Она была, но она не проявлялась, он не говорил каких-то вещей, он такой более замкнутый, он там лишний раз, ай, всё пройдёт, ничего страшного, там лежи, полежи, всё хорошо. А тут вот именно вот эта какая-то забота и вот ощущение, что какая-то любовь начала проявляться в воздухе. Вот она не такая, как обычно, она другая. Вот, клиенты мои тоже. Такой интересный момент, я всегда, ну, ощущаю это и понимаю, допустим, когда я работала в клиниках, ну, у меня всё время так получается, что среди меня, ну, как бы большое количество людей. Я когда работала в клиниках, я даже видела, когда у меня высокий уровень энергетики, люди вокруг меня, они, они, вот, кружатся, говорят, ой, Оксана, мы хотим именно к тебе попасть, мы хотим именно к тебе. Я выхожу в зал, почему нас к тебе не записали? Ну, то есть вот они всё время постарались ко мне. И как-то даже мне это было неудобно, женщина лежит на процедуре и говорит, ой, Оксана, ты такая красивая. А мне прям, если я чувствую, мне комфортно, думаю, почему она мне так говорит? Я понимаю, что он мне говорит не из-за физической красоты, там, какой-то внешней, а именно вот уровень энергетики на таком уровне у меня находился, что человек мне это говорит, он не может даже скрыть это. И что происходит сейчас? Я вижу, что это возвращается. Опять мне мои клиенты говорят, тоже приходят, причём я говорю, слушай, я сегодня не в образе, я там не накрашенная, там, в домашнюю вину, это как встречаю, я сейчас дома принимаю, они всё говорят, да вообще, нам именно это и нравится, так классно, ты такая классная, когда вот такая, хорошая там, я понимаю, одна, вторая, думаю, что происходит? Одна мне там начинает там что-то рассказывать, я смотрю, думаю, всё, вот оно, я возвращаюсь на свой уровень энергетики, то, к чему не могла прийти, ну, с карантина, вот с карантина сколько, 20-го года, это мне безумно нравится, и ещё такой момент был классный, я иду на педикюр к девочке, и она мне, значит, говорит, вот тоже, она же могла мне этого не сказать, она мне говорит, я сейчас нахожусь в положении, и она мне говорит, Оксана, ты знаешь, я тебе дам номер телефона, что сейчас беременным платят 15 тысяч рублей в месяц, потому что они просто берут, я говорю, смысл? Такого никогда в жизни не было, и я потом прочитала, оказывается, с 2023 года, и думаю, она же могла мне этого не сказать, я бы эту информацию даже не знала, я не искала бы, она мне говорит, слушай, ну сделайте тебе лишнее, что ли? Я говорю, конечно, не лишнее, я как раз, говорю, сейчас работаю над финансовым потоком, поднимаю энергетику, ты тут мне такое говоришь. И она мне даёт телефон девушке, которая поможет как бы с документами совсем, я звоню, она говорит, да, конечно, вообще, всё легко и просто, я говорю, что это серьёзно? Она говорит, да, просто люди об этом не знают. Я говорю, прикол, как бы, вот такие интересные дела происходят. Спасибо большое, Оксана, тебе за отзывы, очень-очень-очень для меня они были неожиданные. Первый отзыв, вот тут я был сам в лёгком шоке, у Оксаны был после предварительного психологического собеседования, там ни практик не было, ничего мы не выбирали, ничего мы физически, никакие методики мы не применяли. То есть задача первой встречи, понять, с чем пришёл клиент и куда он хочет прийти, да, вот точка А и точка Б. И для меня были замечательные вот эти вот новости от Оксаны, то, что она сказала, что уже после собеседования у неё получились первые улучшения в жизни. Это говорит о том, что, ну, во-первых, сам не похвастаешься, никто не похвалит, да, я сейчас расскажу про себя, очень долго я к этому шёл, да. И на самом деле у человека мы знаем, что не одно тело, а семь тел. Вкратце физическое мы это понимаем, эфирное, астральное, ментальное, каузальное, а вот дальше идёт будхическое и атмическое тело. Атмическое тело – это тело Бога, мы тут все едины, что называется. А вот будхическое тело, оно уже обладает персонализацией, но для него нет расстояния, это информационное тело. И если человек поднимается на определённый уровень вибрации, то человек способен эту энергию по своему желанию, если он-то хочет, передавать людям. Очень много отзывов, которые вы увидите, это были тесты на самом деле, способен ли я передавать энергию позитивную на расстоянии. Было это мной замечено так, ну, впервые несколько лет назад, но вот так, чтобы прям клиент говорил, что мы просто поговорили, то есть не было такой установки, что что-то было сделано, и вот про что, никакой практики не было, потому что так можно просто установку заложить, да, вот мы вот тут вот поработали, и у тебя должно быть что-то. И это тоже работает. Но это работает только в том случае, если оператор так называемый, да, в данном случае оператором являюсь я, способен транслировать энергии, независимо от расстояния между мной и Оксаной, если что, несколько тысяч километров. Ну, то есть напрямую вот так вот энергия не передаётся. Мы знаем, что есть наложение рук, да, мы знаем, что к святым люди приезжают, прилетают за несколько тысяч километров, и они либо руками, либо ногами прикасаются, и в жизни у клиентов происходят очень хорошие изменения. И, Оксана, ты сказала несколько раз ключевую фразу – «Улучшилась энергетика». Улучшается энергетика, дальше всё подстраивается под улучшение энергетики. В случае работы с клиентами, тут вообще всё предельно просто, клиенты чувствуют, что что-то улучшилось. И они, может быть, даже осознать это не осознают, но на уровне интуиции они прекрасно это считывают. Это считывают замечательно животные. Поэтому я очень рад, что у тебя такие улучшения, потому что так вот, чтобы после собеседования, да, и клиент даже, ну, то есть не было такого, что мы там работаем, просто было собеседование, и улучшилась жизнь, да, улучшились показатели жизненные в знаменитом треугольнике счастья, деньги, здоровье, личная жизнь. Поэтому, конечно, я очень рад, что у тебя такие прям вот наглядные улучшения только после беседы. Да. Только моё желание, чтобы у тебя улучшилась жизнь, да, улучшились показатели в этом треугольнике счастья, и бом, вот так вот. Да, Борис, я ещё хотела добавить. Я хочу сказать, я уже давно поняла вот этот вот момент, что нужно общаться с нужными людьми. Потому что если ты на определённом уровне, но вокруг тебя другие люди, ты общаешься с более негативными, потому что всё время там, ты всё равно упадёшь вниз. И вот в какой-то момент я даже потом поняла, я где-то поймала вот эту не свою энергетику, а выбраться я с неё не смогла сама. То есть вот просто не смогла уже. И поэтому, когда я пообщалась с вами, всё, у меня прям всплеск, у меня прям ощущение, как будто включили свет в глазах. Вот я сижу в своём доме и нахожусь, у меня красивый дом, там всё красиво сделано. Но был момент, когда я сидела и думала, блин, что так мрачно, мрачно, вот всё как-то не так, вот мне уже устало, вот уже не могу. И тут, когда я с вами пообщалась, у меня так как будто свет включили, я такая «О, мне так красиво!» Такая «О, как будто вот свет прям, вот яркие краски стали, вот что!» Даже яркие стали краски всего. Я хожу, и я как будто замечаю какую-то красоту. Я даже понимаю, что я внешне. То я ходила такая убурюмая, блин, что со мной происходит, что-то не так? Я не такая, как всегда. А тут я начинаю даже внешне понимать, что я как будто вернулась в себя. Вот это вот очень важно. И, конечно же, мы будем продолжать дальше наше общение. Я надеюсь, да, наши занятия. Я очень довольна, счастлива. И даже когда у меня нет сил делать практику, я вроде как устала, всё, хочу спать, я всё равно иду, и делаю. Это здорово. Благодарю, Борис, очень интересно. Да, очень интересные результаты. Оксана, спасибо большое. Ещё раз за твой отзыв. Искренней. И для всех, да, я занимаюсь энерготерапией более 30 лет. И когда ты занимаешься, и это называется долбить в одну точку, и ты долбишь, 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 долбишь. Быть такого не можешь, чтобы однажды не было прорыва. Это невозможно физически. Просто настойчивость, и, конечно, это даёт результативность. И, естественно, чем раньше заняться улучшением энергетики, тем лучше будет в жизни. Мы знаем, что у каждого человека есть несколько основных вариантов жизни. И чем выше энергетика, тем по более оптимальному варианту идёт в дальнейшем человек. Вот это чрезвычайно важно понимать. Ключ, секрет, если можно так назвать, если он и есть, это энергетика. И поэтому я уже давным-давно более 30 лет занимаюсь такой практикой, как цигун. Эта практика конкретно улучшает энергетику человека. Она была задумана несколько тысяч лет назад, скопирована с более древней системы прогиперборейские, то есть это смесь протогиперборейских методик и протолемурийских методик. И вот в Азии они объединились. И получилась вот такая вот система, которая до сих пор, многие варианты цигуна, на самом деле, засекречены. Мало кто про это знает. Это прям вот за семью печатями и никому не понравится, если кто-то начнет разглашать эту информацию. Это чрезвычайно храняется серьезно, серьезно, серьезно. Вот цена энергии. Просто не все люди про это понимают. Энергия – это ключевой момент в формировании событий. В конце ролика, в всплывающем окошке, будет моя встреча с группой, в которой, кстати, была Оксана. И там все более подробно объясняется, как, влияя на энергетику, мы в конечном итоге влияем на материю. И современные кандидатские, докторские, они крутятся где-то вот в этой области, на стыке между наукой и эзотерикой. Оксана, спасибо большое тебе за отзывы. Будем дальше встречаться. Удачи, счастливо. Пока-пока. Хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.